Где в CRM найти заветные 20-30% дополнительных продаж? Как повысить эффективность взаимодействия отдела продаж и производства? Как поддержать дружбу между структурами с помощью отчетов сквозной аналитики? И у нас на связи Олег Куприенко, руководитель студии Инфоклик. Олег, как слышно? Прием! Видимо, Олега. Хорошо, вижу. Как меня? Видно, слышно? Да, и видно, и слышно. Олег, будет ли презентация? Будет, конечно. Включаю демонстрацию. Сразу же протестим мы презентацию. Давайте. Откуда, кстати, связь держите? Связь с Питером. Вот, наконец-то я попал. Культурная столица. Понятненько. Северная Пальмира. Ждем презентацию от вас. Так, презентацию включил, демонстрацию включил. Есть. И все пропало. Собственно, вот так и работает. О, отлично. Супер. Олег, все есть. До 15.50. Время ваше. Все, спасибо. Коллеги, поделюсь сегодня с вами кейсом, как освободиться от рутинных задач и построить успешную систему работы с клиентами. В двух словах о себе. Меня зовут Олег Куприенко. Я руководитель компании Инфоклик. Наша компания является золотым партнером Bittrex24. Входим в десятку лучших интеграторов в Южном федеральном округе. Представительство у нас в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Вот с прошлого года, в конце года, перешли такой на удаленный формат работы. Вот, что позволяет, в принципе, сегодня мне находиться дома. Вот, и все наши там сотрудники и коллеги, наша команда тоже работают из дома. Вид, касаемо гарнитуры, похож на колл-центра. Некоторые там смеются. Вот, но это очень удобная штука. Помогли организовать продажи и автоматизировать бизнес-процессы в порядка 170 проектах. 96% наших клиентов остаются работать Bittrex24 и остаются работать с нами. Также был опыт работы с крупными компаниями со штатом до 1000 человек. Это есть и в двух словах о нас. Если говорить про клиентов, с кем работаем? Работаем в основном с производственными компаниями, оптовыми компаниями, компаниями, которые занимаются продажей либо производством оборудования различного типа. Вот, помимо сектора B2B, работаем и в B2C. Вот, примером таких компаний является сеть клиник лазерной эпиляции «Нова Лазер» и сеть магазинов одежды «Массовка». При работе с этими клиентами, на что мы обратили внимание? Всех наших руководителей, собственников, с кем мы работаем, есть такая вот единая черта, да, что нас всех объединяет. Это запрос на развитие. Каждый наш клиент, как и мы в целом, и уверен все наши сегодняшние зрители и слушатели нашей конференции, запрос на масштабирование бизнеса и увеличить продажи. Мы, естественно, такая же компания, вот, и мы хотели здесь в моей презентации поделиться своим кейсом, да, с позиции больше не как эксперта по внедрению там CRM B324, а с позиции руководителя, который также в своей компании столкнулся с тем, с такой задачей, как масштабирование бизнеса и увеличение продаж. Вот, и на базе этого как раз поделюсь кейсами, да, как мы к этому приходили. Естественно, первое, что приходит на ум при масштабировании увеличения продаж, при увеличении новых клиентов, это интернет-маркетинг. И канал, который мы подключили, который начали использовать, это таргетивная реклама. Скажу честно, опыта в данной компании, там, ранее, там, подключения, использования, там, подрядчика по, там, маркетингу не было, поэтому представлю сейчас 4 кейса по работе как раз с нашими партнерами по маркетингу и каких результатов мы добились. Первый кейс, как мы начали подходить к вопросу увеличения продаж, продвижения через таргетивные рекламы, это как раз был у нас там первый подрядчик, точнее, подрядчика, партнеры. Мы привыкли больше оперировать таким понятием, как партнеры, потому что партнерство, оно немножко больше, да, чем подрядчики. Во-первых, работа с первым партнером, партнера мы нашли по рекомендациям, в принципе, там, долго это не выбирали, начали, в принципе, там, начали быстро работать, вот, и при входе работы и общения с маркетологами мы начали разбирать, так, какие там офферы будем, какие креативы. Ребята-маркетологи довольно-таки креативные ребята, у них всегда идейные, давайте сейчас делаем видео, запишем там лид-формы, различные инструменты, связки маркетинговые, сделаем квиз. Если кто не знает, квиз это как раз такая форма опросник, да, где, может быть, на сайтах попадалось, когда приходите, там, нажимаете на кнопку, либо по рекламе задают там вопросы, да, по итогам там получаете подарок, ответить там на пять вопросов. Вот такую штуку тоже мы использовали, тоже подключали, запустили, вложили деньги там в бюджет рекламный, да, и что по итогу в первом кейсе мы получили при работе с нашим первым партнером. Заявок было мало, качество, все заявки не целевые, там, ну, парочку, если были целевые, то окей, продаж абсолютно не было. Вот, и в плане работы мы поработали, ну, порядка, наверное, месяца, вот, естественно, так как результатов нет, мы здесь прекратили сотрудничество, вот, и сделали для себя такой вывод, да, что перед тем, как вести работу с маркетологами, с партнерами по привлечению трафика, необходимо синхронизироваться по целям и задачам, потому что в рамках работы по, там, первому нашему кейсу, да, который сейчас представлен, о котором говорю, да, был постоянный обратный связь касаемо стоимости клика, да, то есть, ну, не говорилось речь о заявах, да, то есть, когда задал, как у нас дела, то есть, как мы продвигаемся, что мы улучшаем, мы постоянно работаем над показателем, это стоимости клика, а нам нужны были заявки в первую очередь, ну, и так далее. А здесь шла речь, там, больше про стоимость клика, поэтому сделали такой вывод и пошли дальше, и сразу, в принципе, нашли следующего партнера, да, с кем мы как раз занимались привлечением новых клиентов в свою компанию. Вот со вторым партнером, в принципе, касаемо решений, использовали те же решения, и видео продвигали, немножко поменяли креативы, немножко поменяли офферы, предложения, вот, и в целом, как итог, дало себе знать, вот, заявок было не так много, да, в принципе, но заявки были целевые, то есть, целевые, качественные, вот, но по качеству самих заявок клиенты были, ну, категории C или B, то есть, эти клиенты, либо там мелкие, либо там средние, да, если говорить про категоризацию клиентов, A, B и C, вот, и продаж, к сожалению, не было, то есть, здесь мы поставили там цель, давать там заявки определенные, да, то есть, и начали работать, но, к сожалению, там, поработав порядка трех месяцев с этим партнером, вот, мы решили, ну, прекратить, потому что, ну, продаж нет, да, по заявкам, которые привлекают, поэтому дальнейшую там работу здесь, как бы, не видели, вот, далее поменяли следующего партнера, да, в этом кейсе уже ситуация была получше, то есть, решения, опять же, были плюс-минус такие же, немножко другая команда, да, другие решения, другие аудитории были более правильно подобраны, вот, что привело в целом к качественным, хорошим заявкам, в целом по категории клиентов были такие небольшие категории, там, B или C, но зато были продажи. Наконец-то мы добились этого результата, да, когда мы получили продажи по заявкам с рекламой. Мы этому были несказанно рады, для нас это было, как бы, классная такая вещь, да, что мы развиваемся, движемся вперед, значит, эти все вложения и силы были не напрасны, вот, но была маленькая такая особенность, маленькая, но очень важная, что весь бюджет, который мы вкладывали на продвижение рекламы, он не окупался, то есть, рекламный бюджет и затраты на, как раз, партнера по маркетингу были выше, чем сумма продаж. Это, естественно, как бы, расстроило, то есть, мы раньше не так, как бы, более точно подходили к вопросу, к там, контролю и так далее, смотрение, там, цифр по клиенту больше на таких доверительских отношениях, вот, ну, когда решили все-таки посмотреть, а все-таки окупается, не окупается, вот, столкнулись с такой историей, вот, и также с данным партнером, поменяли партнера, да, и перешли, там, к четвертому, там, кейсу, вот, причем каждый наш партнер, стоимость работ каждого нашего партнера по маркетингу, она возрастала, вот, и самое такое максимальное, там, вложение, там, в подрядчика, то есть, мы думали, что, вот, если нам не дают, там, продаж, да, те заявки, которые приходят, значит, вот, нужно поменять, там, подрядчика, да, и если цена выше этого подрядчика, наверное, он более, там, компетентен, да, и разбирается. В целом, мы эту гипотезу подтвердили, в данном кейсе мы, как раз, заявок было не так, опять же, много, но они были, вот, и они были целевые, и самое главное, что были целевые, и клиенты были довольно крупные, либо средние, да, то есть, при общении, да, с клиентом, и при продаже, там, неплохие чеки, в принципе, выходили, вот, при работе с этим клиентом, вот, и на перспективу тоже хорошие клиенты, вот, но, опять же, при работе с рекламой, опять, начали анализировать по итогу, там, трех месяцев, то есть, опять, всегда, там, на месяц, порядка, ну, за, на месяц мы в тестовом формате запустились, да, и, вот, порядка трех месяцев, вот, решили сделать вывод. Опять же, бюджет был выше суммы самых продажных, вот, и, если говорить, там, про реализацию того, что продавали, да, то есть, производство тоже не понимало, как реализовать то, что продали, то есть, менеджеры продавали по наитию, да, то есть, бывали, продавали те решения, там, еще, да, да, все у вас будет работать, все будет классно, вот, в вашем случае, переходил в производство, производство, когда видел, что за клиент, какой запрос, да, просто закрывали глаза в отдел продаж, передавали не очень хорошую обратную связь, да, что продали, ну, как-то разбирались, вот, и, в общем, находили какие-то определенные решения, вот. По работе с четырьмя подрядчиками мы все-таки остановились, да, то есть, ну, как бы хватит, вот, в общем, тратить на продвижение, при этом, как бы не получать выхлопа, ну, как бы не очень, согласитесь, классный результат. Поэтому мы задались вопросом, как сделать так, чтобы реклама окупалась, вот, и мы решили более серьезно подойти к этому вопросу. И первый шаг, да, что мы сделали, это мы перешли из ощущений в конкретные цифры. Мы себе определили, какие показатели важны нам в первую очередь измерять и на что фокусироваться. Мы выбрали такие четыре ключевых показателя, то есть, первый показатель, это сколько потратили на рекламу, второй показатель, сколько всего получили заявок, ну, если говорим про терминологию CRM-систем, Bittrex 24, это лиды, сколько пришло, получили лидов, сколько получили именно целевых заявок. В Bittrex это называется сделки, и сколько получили оплат. Опять же, кто работает в CRM, в Bittrex 24, показатель, это сумма успешных сделок. В апреле четыре показателя, и так как мы сами работаем в Bittrex 24, используем данную программу, мы воспользовались отчетом сквозной аналитики, который в целом как раз-таки закрывает эту задачу, в которой можно отследить данный показатель. Это по расходам, и какие результаты по лидам, по сделкам, и в целом, какая эффективность рекламного канала. Вот помимо того, что можно подключить, и то, что мы подключили там рекламные каналы, таргетированные рекламы, мы еще и закладывали расходы на подрядчиков, точнее, на наших партнеров, да, с которыми мы работали. Тем самым мы уже измеряли стоимость привлечения клиентов полностью затратов на рекламу. То есть мы работаем с партнером, партнер нам дал такую задачу, мы определили там определенный бюджет, и в общем расходы на рекламные бюджеты, расходы на партнера, и в конечном, какая у нас выходила стоимость следа, сделок, и какой, в общем, выхлоп, и насколько это окупается. Вот сквозная аналитика Bittrex 24 позволила нам следить такую-то историю. Вот, но чтобы углубиться и понять все-таки в чем причина, да, почему все-таки заявки есть, вроде бы хорошие клиенты, вроде бы целевые, да, что идет не так, мы начали дробить эту историю поэтапно, и начали с лидов, начали проверять, как ведется работа с лидами. При работе с лидами я определяю, опять же, четыре таких показателя, да, на которые нам необходимо обращать внимание. Первое – это количество заявок, количество лидов, конверсия в сделку, конверсия отказов и причина отказов. Если говорить про конверсию, многие тоже, там, спикеры, там, по построению отделов продаж, да, там, говорят, вот-вот, воронка продаж, стройте воронку продаж, следите за конверсию. Вот, для нас тоже конверсия – это важно, и конверсия отвечает на вопрос качества, да, то есть, насколько качественны у нас приходят заявки. Вот, и качество конверсии в сделку, естественно, должно быть всегда больше, конверсия отказов меньше. Если говорить по причине отказов, при работе именно с рекламой мы выделили вот пять таких основных причин, дополнительные, которые у нас были. Это клиент не отвечает, не хочет общаться, неверно указан номер, просто интересно, либо актуально позже. Что значит актуально позже? Были такие заявки, когда клиент к нам обращался. Да, в принципе, история наших услуг и наши продукты, которые мы предлагаем, ему интересно, но запрос был довольно нескоро. То есть мне интересно, но я подойду к этому просто через 3-3 месяца. Вот, и такие клиенты мы тоже отбрасывали в отказ. Правда, мы настроили автоматизацию, что указанное там время в напоминание эта заявка возвращалась обратно в работу. Но чтобы там перед глазами менеджеров были только актуальные заявки, мы такие заявки закрывали, как нецелевые. Потом в дальнейшем наша автоматизация позволяла возобновить работу с такими клиентами. Определили показатели и начали анализировать. Для анализа воспользовались виджетом, встроенным в Bitrix24, CRM-аналитика. Анализ по лидам. Очень классный отчет, который не требует какой-либо настройки, какой-либо интеграции, и который наглядно показывает, что происходило с трафиком. То есть мы увидели, сколько всего заявок приходило, и сколько качественных. Причем мы увидели, что конверсия довольно неплохая. Если при работе с предыдущими партнерами по маркетингу конверсия была до 50%, 20-50%, то есть в сделку и в качественную заявку, то при работе с последним подрядчиком порядка 70%, коридор в порядке 60-80% в этом коридоре была конверсия по заявке. Довольно неплохая заявка. Здесь этот столбик мы не трогали. Нас интересовали столбики красненькие. Красненькие столбики – это отказы. И мы в каждый столбик ныряли и смотрели, что анализировали, что происходит с лидами. Как происходит при нажатии на столбик, выглядит вот таким образом. Так выглядит интерфейс. Мы видим заявки. И мы по каждому столбику ныряли и проверяли, слушали звонки и мониторили, как велась вообще работа с лидами. И что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили такой момент, что по причине невозможно связаться, менеджер по какой-то причине, один раз позвонив, больше этому клиенту не звонил. И таких клиентов браковал в отказ. Как будто не дозвонился, а позвонил всего лишь один раз. Естественно, такой регламент неправильный. То есть нужно звонить минимум хотя бы три раза клиенту, плюс еще можно написать на почту, в мессенджер. Этого не было сделано. И тем самым были даже заявки, которые мы потом опять еще раз прозванивали и оттуда доставали клиентов. То есть даже были продажи из клиентов, которые менеджер первоначально закрыл. И здесь как раз таки, если мы говорим, как с помощью CRM-системы увеличить продажи, это как раз именно тот момент. То есть здесь обязательно необходимо как раз таки мониторить лиды с отказами. То есть как закрывать менеджер, по какой причине, а действительно по этой ли причине была закрыта заявка. Либо история другая, и можно было дожать клиентам, либо правильно отработать с возражениями. Если говорить про выводы по работе с лидами, заявками, выделили три. Это первое, это отказы нужно проверять обязательно. Мы на своей шкуре, так сказать, убедились в этом. Объективно, к сожалению, не получается. В идеальном картине мира мы все как руководитель собственника вложили, 100 заявок пришло, и все эти 100 заявок должны превратиться в 100 клиентов. К сожалению, это не так, поэтому определили определенный свой показатель. Для нас какая норма качественных лидов, это 60-80%. И у менеджера должен быть зафиксированный регламент работы в CRM. Это обязательно. То есть как он должен работать в CRM. Не дозвонился, что делает, дозвонился и так далее. Какие этапы, как работать с клиентом. Для того, чтобы под рукой были инструменты, и он мог в любой момент вспомнить, посмотреть дополнительные материалы, либо вспомнить регламент, как же правильно работать с клиентами, мы внедрили, применили базу знаний. Опять же, типовой функционал битрикса, типовые возможности. То есть прямо из карточки работы с клиентами пришла заявка, он открыл, вспомнил какой-то регламент, посмотрел какие-то моменты, вспомнил, закрыл и позвонил клиенту. Это все делается в одном окне, в пару кликов. Поэтому тоже удобный инструмент, который нам немного помог и менеджеру в плане исполнения регламента работы. Следующим этапом, таким основным, после работы с лидами, это работа с качественными заявками, то есть со сделками. Мы при работе со сделками определили три основных показателя. Это конверсия из общего количества в КЭФ. КЭФ – это ключевой этап воронки. И часто в бизнесах ключевой этап воронки является тот момент, на котором мы определяем, что мы можем предложить клиенту. В некоторых бизнесах, кто занимается продажей товара, это всегда вопрос касаемо стоимости, цены, то есть отправляется может быть первичный прайс, и ключевой этап воронки отправка коммерческого предложения либо прайса, либо согласование, то есть доведение до встречи, где мы согласовываем этот прайс. У нас в нашем случае это встреча, то есть доведение до встречи как конверсии. Конверсия как раз после того, как мы провели встречу с ключевой этап воронки в оплату и причины отказа. По причине отказа выделили следующее. Нет задач для нас актуализировать позже, так же, как и заявками, то есть это выяснялось на этапах немножко попозже. Клиенты переставали отвечать, нет бюджета, ну и другое. Другое также немножко автоматизировали, то есть менеджер закрывал другое, мы уже там мониторили, смотрели, то есть какая новая причина, которой нам не хватало менеджера, который там закрывал. И этот момент контролировали. Для анализа работы со сделками мы также воспользовались уже отчетом, воронкой продаж, опять же штатные возможности, штатный функционал и смотрели опять так же проваливались в каждый столбик, смотрели на сделки и проводили аудит каждой сделки. Мы слушали звонки, проверяли активность, то есть сколько звонил, сколько раз, как разговаривал и проверяли, анализировали, на что в целом менеджер тратит время на работе с клиентами. Проведя анализ, какие ошибки мы для себя отметили. Это неверная работа с возражениями, то есть почему тот трафик, который приходил, он не доходил до продажи, да потому что неправильно работали с возражениями. Был отклонение от регламента работы с клиентами, не соблюдались те точки контакта, которые необходимы, в плане количества звонков, отправки материалов, сообщений и так далее. И такой момент это касаемо просроченные сроки по запланированным делам и задачам. Вот на этом этапе мы посмотрели, то есть такого быть не должно и начали разбираться все-таки, а почему менеджер при работе постоянно, регулярно, прямо смотрим, раз в неделю, два в неделю, постоянно просроченные сроки по делам и задачам. И какой мы здесь первый инсайт словили при анализе такой работы, при анализе работы с клиентами, по трафику. Это основное время менеджер тратит не на подготовку писем для ответов клиентов и подготовку различных документов, а как раз таки тратит на посредственную подготовку самих документов, а должен работать на звонки, больше общаться с клиентами, потому что менеджер это переговорщик, его задача договориться с клиентом, а переговоры договориться всегда в рамках встреч, сообщений, переписки, то есть всегда мы должны держать контакт с клиентом, понимать его, вот эту историю постоянного общения, менеджер тратил на это меньше времени и постоянно тратил время на такие рутинные задачи. Какие моменты мы здесь автоматизировали, то есть для нас это не устраивало, то есть мы должны были, поставили задачу разгрузить менеджера, чтобы он больше тратил время на клиента и чтобы увеличивать конверсию в продаже. Первый момент, мы внедрили непосредственно быстрые ответы, то есть у нас есть интеграция с WhatsApp, WhatsApp это открытая линия для Bittrex, и мы как раз есть такая возможность как подготовка быстрых ответов. Мы в принципе эти быстрые ответы и внедрили, то есть на каждом этапе работы с клиентом, на этапе квалификации, отправки коммерческого предложения или других моментов, выделили, какие сообщения постоянно регулярно менеджер отправляет, просто все фразы, которые срабатывали, мы эти фразы как раз-таки внедрили в быстрые ответы. Такой некий быстрый шаг, который позволил уже менеджеру сэкономить время, то есть если там руками писал 3-5 минут на каждого клиента, тут опять несколько кликов и письмо ушло у клиентов. Следующий момент, на который довольно много тратилось времени, это формирование документов. Как это происходило? То есть на компьютере, в папочке был шаблон, шаблон договора, нужно было открывать, копировать, клиент прислал реквизиты, эти реквизиты скачать, в общем, внести где-то руками, где особенно присылают сканы документов, и на это тратилось порядка 15-30 минут на подготовку одного договора. Опять же, это время, чтобы лучше потратить на коммуникации, на общение, тратилось на формирование договора. Поэтому также этот момент автоматизировали, и с помощью функционала генератора продаж подготовили шаблон договоров, который позволил как раз разгрузить, и мы опять же в несколько кликов буквально там порядка минуты занимает формирование договора и отправка клиента. И при этом мы еще этот договор отправляем на почту, и на почте у нас также заготовлены шаблоны для отправки клиентов, либо отправляем ссылочку на WhatsApp. Тоже очень удобно, потому что по нашему опыту клиенты предпочитают общаться с WhatsApp. То есть все меньше и меньше, то есть с каждым месяцем мы наблюдаем, что все коммуникации сводятся к WhatsApp. Хорошо, ну напишите на WhatsApp, напишите на WhatsApp информацию. Поэтому чаще всего мы еще мониторим помимо звонков и анализируем, сколько было звонков, еще сколько мы общались в мессенджерах. Поэтому здесь сэкономили время и в течение минуты формулировали документы. Следующий момент это касаемо интеграции с 1С. Как у нас была устроена работа с 1С? У нас 1С в облаке, в 1С фреш. То есть у менеджера по сути две вкладки открыты. Первая вкладка это сам Bittrex, то есть его такой рабочий инструмент, где он непосредственно работает. И вторая вкладка это непосредственно сама 1С. То есть как это происходило до интеграции Bittrex и 1С. То есть менеджер приходит опять же там реквизиты, подготовили договор, окей, хорошо, нужно подготовить счет. Счета мы формируем через 1С. То есть мы открываем 1С, приходилось создавать нового контрагента в 1С, заводить его, вносить данные, NNN, контактные данные, как раз сформировать уже там печатную форму, формировать сам счет на оплату. И после этого сам документ сформировать в 1С, скачивать документы, потом только отправлять клиенту. То есть очень много времени, чтобы сгенерировать и отправить клиенту, выходило опять же на рутинные такие задачи, к самому 1С. Что мы здесь сделали, да, и что, какие инструменты мы здесь использовали. Мы интегрируем с 1С, используя, опять же, модуль, разработанный Bittrex, это модуль BackOffice, который нам позволил, первое, это открывать 1С из карточки сделки. То есть менеджер работает, позвонил, все, согласовал счет, либо договорился о том, что необходимо сформировать, отправить клиенту счет, он прямо из Bittrex открывает, вот есть кнопочка, то есть 1С, выбирает нужный документ, счет покупателю и сразу у него открывается 1С, то есть он не заходит, не переключается между укладочками, это очень удобно. Второй момент, на что менеджер сэкономил время, это как раз введение контрагентов. При создании счета, когда мы открываем 1С через Bittrex, у нас наш контрагент автоматически передается в 1С, не нужно тоже там создавать контрагента. Далее менеджеру после того, как приходит оплата от клиента, менеджеру приходит уведомление, как это работать, то есть приходит оплата, я как руководитель как раз таки привязываю оплату к счету и менеджеру об этом приходит уведомление, что получена оплата и приходит как в колокольчик, так и в отдельный чатик, где у нас посвящено делу продаж, туда приходит уведомление, что по конкретной сделке на конкретную сумму пришла оплата. Все документы, созданные в 1С, доступны также из карточки сделки. То есть после того, как мы провели реализацию, сам документ реализации также автоматически подгружается к сделке. Тем образом, если вдруг клиент позвонит, а чаще всего звонит клиент, бухгалтера часто звонят и просят прислать закрывающий документ. Менеджер, опять же, это делает все через битрикс. И если у нас уже документ был сформирован, реализация, он просто во время разговора может открыть сделку, в которой был подгрушен документ реализации, и опять же сформировать и отправить на почту с печатью, с подписью. На это время не нужно тратить не как время руководителя на подпись, так и время бухгалтеров и на это дополнительные расходы иметь. У нас, кстати, бухгалтерия на аутсорсе нам как бы в плане взаимодействия хватает бухгалтерских услуг. Это основные моменты, но что насчет КП? То есть мы автоматизируем работу. Конечно же, это не окончательная автоматизация, которую мы сделали себе. Это автоматизация, которая позволила сократить время менеджера. Это основные моменты. Это общение, шаблонные письма. Это договора, это работа с Одинэской. Здесь мы сокровали очень много времени и разгрузили менеджера. Но что с КП? На подготовку КП, мы также проанализируем, менеджер тратил вообще до двух часов своего времени. Это очень много, два часа, чтобы сформировать КП. Опять же, занимаемся услугами. Какие-то такие решения всегда предлагались, заточенные под клиента. И здесь, как результат, с чем мы столкнулись. Опять же, менеджер тратит много времени. Менеджер продавал решения, которые не всегда могли реализовать. И на самом деле, даже был низкий средний чек, когда менеджер сам готовит коммерческое предложение. Менеджер где-то боялся, где-то по цене давал меньшую цену, потому что сомневался, что получится. Поэтому столкнулись как результат при работе с коммерческим предложением. И здесь мы сделали следующий вывод, основной инсайт по анализу работы с коммерческим предложением. Что на самом деле продукт, предлагаемый клиенту, совсем не упакован. Как со стороны продаж, так и со стороны производства. То есть тот продукт, который мы предлагали, его по сути как бы не было. Что в моем понимании упакованный продукт? Это не овертка, это красивые материалы презентации. А то есть первое, это наполнение самого продукта. То есть под услугой мы тоже понимаем как продукт. То есть это не только товар. То есть если вы занимаетесь с услугами, это вы тоже производите какой-то ценный конечный продукт. И здесь необходимо требовать доработать. То есть определить, что же наш продукт, какие у нас клиенты бывают. И мы поняли, что нужно со стороны. Нам необходимо понять нашего клиента, понять, что необходимо ему, чтобы правильно готовить коммерческое предложение и иметь уже там заготовленные варианты, что можно предложить. Так и перестроить работу с производством. И как точка роста окупаемости самой рекламы мы видели именно в этом. Это в расширении продуктовой линейки и упаковку готовых решений. То есть мы продавали там, выиграли там одну сделку и на этом как бы заканчивали. Поэтому поняли, что первое, нам необходимо доработать сам текущий продукт, входной продукт и сделать целую линейку, чтобы в дальнейшем наши рекламные бюджеты окупались. Что делаем на текущий момент? Мы создаем полноценную маркетингу стратегию по работе с клиентом. То есть полностью изучаем клиентов, созваниваемся, проводим. Я лично провел уже больше 10 встреч с клиентами, с глубинным интервью. Понимание, что болит у клиентов, почему он столкнулся, с какими задачами столкнулся, как искал решения. То есть что болит, что в первую очередь важно, что во вторую очередь важно. Это клиенты, которые еще не стали нашими клиентами. Это интервью как раз таки с нашими текущими клиентами. То есть с чем они сталкиваетесь, какую ценность они получают при работе с нами, при работе с нашим продуктом. Мы создаем новую продуктовую воронку для увеличения самого LTV среднего чека. Мы описываем рентабельность показателей юнит-экономики. Кстати, касаемо юнит-экономики, это тоже такой важный и ключевой момент. То есть если раньше мы по наитию доверялись, сколько там нужно на маркете, 50 тысяч, залили 50 тысяч, 30 тысяч, а теперь мы более грамотно. То есть стали понимать и строить как раз таки экономики, сколько мы можем позволить вложить в рекламу, какие у нас ожидания по стоимости заявки, стоимости клика и так далее. Реорганизуем регламент работы отдела продаж на каждом этапе и создаем готовый материал для отправки клиентов в формирование КП по шаблонам. Вот коллеги сегодня делились, что каждый клиент, каждый запрос индивидуальный. Мы при работе с нашими клиентами нашли решение, готовые пакеты, которые позволяют под конкретную целевую аудиторию, под конкретных клиентов, с кем мы проводили интервью, у нас получилось выделить, что их объединяет, какие задачи необходимо в 100% в случае решать и делать, и реализовывать. Мы просто эти задачи выделили в определенные пакеты. Сейчас упаковываем и дорабатываем, и в принципе уже продаем. Как результат такой работы, это последние такие вот новости, буквально там вчера мы уже, например, в этом месяце, мы как раз выполнили план продаж и перевыполнили на 40%. То есть и рост такого показателя как раз заключался в том, что мы не больше вкладывались в рекламу, больше продвигались, что мы вообще не продвигались, не вкладывались в рекламное продвижение. Мы потратили как раз на работу с продуктом, на ценностью, какую ценность мы даем клиентам, за какую ценность клиент готов платить, что для него важно. И проработав эти моменты, проработав там отдел продаж, мы как раз вышли на какие-то показатели. Уже перевыполнен план продаж на 40%, и мы еще измеряем такую эффективность, то есть насколько на текущий момент времени менеджер успевает выполнить план продаж. На текущий момент 195% эффективность, это очень высокий показатель. Олег, 3 минуты. Насчитывайте юнит экономика, определять ключевые показатели, на которые будете ориентироваться и принимать управленческие решения. Третий момент, это подключить сквозную аналитику, чтобы вы все эти показатели видели, в любой момент времени могли подключиться и увидеть все цифры и показатели на текущий момент времени. Четвертый момент, это регулярно оценивать отказы в ледах и сделках, потому что здесь как раз таки кроется заветное 20-30% увеличение продаж работы с клиентами. И контролировать ключевые показатели маркинга и продаж. И самое главное, на регулярной основе. То есть опять же, я как руководитель делал такую огрешенность, что мониторивал как раз показатели нерегулярно, по наитию, захотелось проверил, не захотелось. То есть не каждую неделю, где-то каждый день мог посмотреть, где-то через месяц мог посмотреть. Поэтому здесь очень важный момент, как бы ставить правильно цели, правильно понимать, как мы будем к этим целям идти, с каким продуктом мы будем идти. И непосредственно контролировать и регулярно вести такой контроль и оценивать ситуацию касаемо маркинга и продаж. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. По QR-коду доступна форма, на которой можете оставить свои контактные данные и получить консультацию по внедрению CRM-B324. У кого-то может быть схожий кейс, были какие-то схожие сложности, также готов поделиться и помочь решить ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, оставляйте заявку. Лично все, кто был на конференции, оставят заявку. Лично я не менеджер, не наш бизнес-аналитик, а я лично как руководитель с вами пообщаюсь и помогу решить ваши задачи. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Олег Куприенко, руководитель студии InfoClick. Я к Олегу попрошу, оставьте, пожалуйста, QR-код. Пусть будет, пусть будут контакты и пусть Олег тоже с нами будет. Есть ли вопросы в зале у нас? Я вижу, вижу, вижу. Есть ли вопросы в зале у нас? Не стесняйтесь, мы специально для этого свет включим. Пожалуйста, последний ряд. Центральная секция. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, коммерческий директор компании Ekinas. Это химреагенты для бассейнов и для уборки. У меня вопрос по интеграции с 1С. Какие задачи ставили, сколько времени это все заняло и по стоимости? Ну, то есть использовали, вот сегодня говорили, есть какое-то внутреннее решение у Bittrex по интеграции? Или вы привлекали каких-то специалистов? Да, то есть вот это интересно. Запрос понял, Татьяна. Ну, мы являемся сами интеграторами, поэтому касаемо задач по интеграции с 1С мы решали самостоятельно. Вот. Касаемо готового решения, бюджет на самом деле небольшой. Все зависит от вашей 1С. Если 1С типовая, то бюджетом до 50 тысяч рублей, в принципе, можно организовать автоматизацию, интеграцию с 1С. Вот. Здесь важно, конечно, тут индивидуально рассмотреть, какие сценарии вам подойдут, потому что модуль интеграции с 1С, там есть несколько сценариев, как можно организовать интеграцию. Вот. Есть интеграция, когда вы просто открываете 1С через сделку. Есть интеграция, когда при создании сделки в Bittrex создается, например, заказ покупателя в 1С. Вот. Есть кейсы по работе и с таким сценарием, и с таким сценарием. Вот. Поэтому тут нужно смотреть. Вот. Но по опыту работы с оптовыми компаниями, вот, и там тоже по химии есть, как бы, такой опыт, всегда начинаем с работы по воронке с новыми клиентами. И через момент, когда 1С у нас просто открывается через Bittrex. То есть мы, во-первых, создаем контрагентов через 1С, куда, и, по сути, через, ну, точнее, через Bittrex, и через окно Bittrex отправляем необходимые документы клиента. Это первый шаг. Шаг номер два – это уже полноценную синхронизацию сделок и заказов. Вот. Как устроены ваши бизнес-процессы, вот, и как вам подойдет ближе, там, простой сценарий, когда мы просто 1С из Bittrex открываем, либо полноценную, там, синхронизацию сделок счетов. Ну, нужно разбираться. Вот. Ну, по типовому до 50, все, что не типовое, там, свыше 50 по бюджету. По срокам, по срокам типовое, там, порядка, там, неделя-две, вот, чтобы полностью запустить, протестить. Вот. По опыту где-то неделя-две занимает у нас в компании. Вот. Опять же, если не типовая, там, больше месяца может входить на разработку. Еще вопросы? У нас есть вопросы из онлайна. А какой план продаж у менеджера продаж? Вот такой вот, не замысловатый. План продаж у менеджера продаж. Ну, да. Какой план продаж конкретно у нашей компании? Честно говоря, вы можете отрадовать, Олег, этот вопрос как вам угодно. Да. Ну, смотрите, ну, не совсем корректно будет, наверное, поставить, какой план продаж у нас. Как мы строим в целом вообще план продаж? Наверное, вот с такой стороны подойду. То есть мы сейчас при постановке плана продаж смотрим на два момента. То есть первый – это стратегический, то есть какие мы цифры заложили в начало года, да, каким цифрам продаж мы хотим прийти. Вот и второй – это фактически. То есть мы берем средний показатель выполнения плана продаж за три месяца и средняя, в общем, по трем месяцам и умножить на 20%. То есть и смотрим, какие у нас, в принципе, есть ресурсы. Если мы понимаем, что, в принципе, план продаж должен быть на миллион, например, но мы понимаем, что ресурсов у нас больше, чтобы выполнить этот миллион, что уже там по выставленным счетам, мы ставим план продаж там больше. То есть, в общем, ориентируемся на предыдущем месяце, ориентируемся на ресурсы, которые у нас есть в плане сделок уже выставленных счетов, либо заявок, которые к нам пришли. Вот. И третий такой параметр – ориентируемся на стратегические показатели, к которым мы хотели прийти. И последний вопрос тоже из онлайна. Что за драйверы роста? Производительность или маркетинг? Это прямая цитата. Драйверы роста, еще раз, маркетинг. Производительность или маркетинг? В первую очередь производительность. Маркетинг усиливает производительность. Для меня лично мой опыт говорит про производительность, а во вторую очередь маркетинг.